Вот уже почти 50 лет Владимир Дразнин борется за жизнь и здоровье самарцев. Анестезиолог-рентгенолог больницы имени Симашко получает звание заслуженного врача Российской Федерации. Своим главным достижением Владимир Иванович считает каждодневные победы над смертью. Идешь домой, с радостью прокручиваешь все то, что было, что преодолено в лечении этого больного. И очень приятно видеть радостные лица, добрые слова от пациентов. Вот это самое главное. Госнаграды получают сразу четверо сотрудников РКЦ «Прогресс». Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Ведущий инженер Елена Крафт, самая молодая из награждаемых, отмечена за заслуги в освоении космоса. Профиль ее отдела – разработка проектов по защите ракет от перегревов и переохлаждений. Когда ракета стартует, КП, она отрывается, море переживаний, как она отработает. Ну, конечно, когда все закончилось, когда полностью миссия будет выполнена, ракета отработала, вывела блок разгонный, потом уже на орбите аппарат летает, уже на связи, ну тогда уже радость большая. Ветеринары, железнодорожники, соцработники, педагоги, промышленники и аграрии, незабытая культура. В этой сфере звания заслуженных работников области присвоены целому квартету преподавателей. В их числе Ольга Золотова, в 2018 году признанная лучшим преподавателем школ искусств в России. В последние два года я вот на себе просто замечаю изменения. Ну, во-первых, это новые инструменты, которые мы получаем, но это даже не самое главное. Стали помогать детям. Если раньше мы были совершенно не вхожи в благотворительные фонды, это фонд Спивакова, фонд Мацуева и все остальное, то теперь вот благодаря нашему губернаторному мы туда вхожи. И я прямо чувствую, что это нам здорово-здорово помогает. Я уже сказала, вырастают крылья, хочется-хочется работать. Губернатор Дмитрий Азаров отметил позитивные изменения в различных сферах, о которых рассказывали награждаемые, результат совместной работы и эффективной реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Таких темпов давно не было в регионе, с советских времен. Но на будущий год у нас планка еще выше. И я очень надеюсь, конечно же, на вас. На том, что вы своим талантом, своим профессионализмом, своими знаниями, своим умением вдохновить людей и повести за собой, конечно же, внесете свой вклад в социально-экономическое развитие нашего родного региона Самарской области. Георгий Федоров, Сергей Павлов, Новости губернии.